Как сегодняшняя история про потенциалы связана со знаменитой задачей о разрезании квадрата? Расскажите. Ребята, представьте себе, что у вас есть какой-то ленуководник, ну, не важно какой, который разрезан на квадрат. Я сейчас постараюсь нарисовать какую-нибудь схему разрезания. Сейчас объясню, как сделать электрическую схему по этой картинке. Оказывается, надо делать и везде провести вертикальные разрезы. То есть все стороны квадрата продолжить по графикам. Везде, везде, везде. И будет очень много. И будет на этой картинке очень-очень много. А дальше у каждого квадрата надо взять и поставить стрелочку, которая из середины левой стороны ведет в середину правой стороны. Получается, как сами понимаете, огромное количество стрелочек. А именно ровно столько, сколько было в квадратах. Сопротивление каждого квадрата давайте считать равным единицам. Может быть, вас это удивит, потому что, казалось бы, когда у вас есть большой квадрат, и когда у вас есть маленький квадрат, казалось бы, сопротивление почему-то одинаковое. Ответ очень простой. Когда длина увеличивается в несколько раз, то сопротивление ровно по столько же раз увеличивается. Вот она вот стала длина L. Сопротивление было, скажем, единичное в единичном квадрате, а стало L. А когда длина в несколько раз увеличивается и становится M, то сопротивление в сколько же раз уменьшается. Поэтому сопротивление это L, разделенное на M. То есть у каждого квадрата сопротивление это отношение его стороны к другой стороне, проще говоря, единицам. Отлично. Я нарисовал все эти стрелочки. У каждого квадрата идет от левой стороны к правой стороне такая стрелка. Стрелка, стрелка, стрелка. Их много, сколько и сколько квадратов. Здесь вот задумка. А теперь вопрос. Как из всего этого получить электрическую цель? Ответ. А надо просто-напросто представить, что один корпус батареи подключен вот сюда. К этой вертикальной стороне подключена батарейка. И здесь потенциал равный нулю. Просто здесь потенциал равный нулю. Отлично. И после этого давайте договоримся, что с этой стороны подключен другой полюс батарейки. И у этого полюса пусть потенциал равен ширине всей этой конструкции. Вот пусть вот эта вот ширина L большая, так вот потенциал сюда подведем равный L большому. Ребята, смотрите, что у нас получилось. Если я, как всем этим точкам, подвел один и тот же нулевой потенциал, и как всем этим точкам один и тот же потенциал L, то на всех вертикальных отрезках потенциал будет строго один и тот же. На всех этих точках потенциал будет строго один и тот же. Соответственно, вы можете... Точки, которые оказались на одном вертикальном разрезе, все вот эти вот, скажем, на этом вертикальном разрезе оказались две вершины. Вы можете их по одну точку склеить на сторону. То же самое, вот здесь вот есть вертикальный разрез, на нем оказалось три, даже больше, четыре, даже больше, пять. Вот это все, это одна и та же вершина. Господа, таким образом вы что делаете? Вы строите электрическую цепь, в которой вершины, это вот эти вот разрезы. То есть на каждый такой вертикальный разрез у вас будет ровно один узел в электрической цепи. Проводки все имеют в точности сопротивление равное единице. Потому что каждый проводок – это квадрат. Проводок, проводки – это вот эти стрелки. Давайте поймем, собственно говоря, как на электрическом языке у вас выполняется естественное условие. Так, пока что такое потенциал. Очень просто. Потенциал – это расстояние, которое вы проходите по горизонтали. А, естественно, это потенциал. Во-вторых, что такое сила тока, которая течет через вертикальный отрезок? А это просто-напросто длина этого отрезка. Отлично. Берем какую-нибудь вершину. Ну, например, вот это мне понравилось. Здесь много. Раз, два, три, четыре. Много, да? Вот, господа, тогда смотрите. Это же фактически вот этот разрез, он состоит из нескольких сторон квадрата с этой стороны. И он состоит из нескольких сторон квадрата с этой стороны. Согласны? Естественное условие, что это настоящее разрезание до квадрата, означает, что у вас сумма сторон с этой стороны, вот эта сумма одиннадцатого квадрата с этой стороны. Такая же, как сумма с этой стороны. Правильно? Внимание, это же то же самое, что втекающие токи. Да, это то же самое, что втекающие. Это в точности закона Керкова. Втекающие токи с этой стороны сделаются, втекающие отсюда. Отлично. Теперь давайте посмотрим для горизонтального какого-нибудь отрезка. Вот смотрите. Вот у вас есть такой горизонтальный отрезок. Как для него поднять? Вот смотрите. Вот это вот изменение потенциала, это сторона одного квадрата. Вот это изменение потенциала, это сторона другого квадрата. А если вы пойдете сверху, вот такое изменение потенциала, и такое изменение потенциала. Это закон Керков, который мы сегодня не обсуждали, но который тоже, безусловно, верен. Если вы в электрической цепи движетесь вдоль узлов, и в конце концов возвращаетесь в точку, где вы были, то разность потенциалов будет равна нулю, когда пройдете сумму этих разностей, потому что вы вернетесь в точку того же самого потенциала. Так это здесь тоже естественно формулируется. Если внимательно подумать, то вы получаете потрясающую вещь. Вместо того, чтобы рисовать картинки из квадрата, вы на самом деле, я сейчас объясняю вам удивительную вещь. Что если вы еще секунду подумаете, то обнаружите, что когда у вас есть любой граф, в котором ребра единичного сопротивления, то ему соответствует разбиение прямоугольника на квадрат. А между прочим, сопротивление общей полученной цепи, это будет отношение сторон вот этой стороны, вот к этой. Так что если вы хотите квадрат разрезать на квадрат, то вам просто нужно из-за дневнических сопротивлений собрать цепь, которая имеет единичное сопротивление. У меня с собой есть картинка. Книжка Александра Ханевича Шене «Геометрия в задачах». Вы просто наберете в интернете Шене «Геометрия в задачах». На обложке показано наилучшее, внимание, доказано, что наилучшее разбиение квадрата на попарно разные квадраты. Нарисуйте сами какой граф, найдите у него сопротивление, и после этого поймите, что действительно прямоугольник получается, что называется, ровно такого размера.